Сказали проставляться сразу же. Сказали, ты теперь все, миллионер, денег много, давай проставляйся. Поздравляю вас с начала нового учебного года, перешли на второй курс, молодцы. Путь на чемпионат мира, он был очень тяжелый, долгий, сам чемпионат прошел достаточно спокойно. Маш, ну скажи это лучше, чем в аграрном, какая-то беспонтовая тренировка. Андрей, привет, передай, пожалуйста, Илья. Андрей, привет, привет. Ну то есть вот этому вы должны научиться, если захотите. Зачем я согласилась? Работаем. Всем привет, это программа «На выезд», и сегодня мы расскажем историю о первых чемпионах мира по спортивному туризму на Кубани. Вы будете удивлены, но их обыденная, типичная жизнь, будничная, совсем не похожа на жизнь профессиональных спортсменов. Но спорта в ней хоть отбавляй. Мы находимся, ну здесь еще территория Краснодарского края, это Азижский перевал, смотровая на плата Лаганаки. Здесь мы готовимся к соревнованиям пятиборья спасателей, которые пройдет в конце месяца, и именно сегодня отрабатываем этап, который будет на скалах. К тебе мы ехали как к чемпиону мира по спортивному туризму, а приехали как к спасателю. Да, такая часть жизни у меня тоже присутствует. Работаю в аварийно-спасательной службе, Кубань спас, вот с этими ребятами. Большая часть из них это все одно наше подразделение, я с ними постоянно встречаюсь, постоянно вместе работаем. Самые лучшие. Вот они, два воина, посмотрите на них. Сань, вот отсюда вытащи фиолетовую веревку, вот посмотри в трещине, чтобы не застряло. Почему тогда ты здесь? Вообще зачем тебе это? В какой-то момент позвали работать в аварийно-спасательную службу сюда, потому что нужна была новая команда спортсменов, чтобы участвовать в соревнованиях. По их опыту сложнее всего научить человека работать с веревками на скалах, чтобы он не боялся и чтобы он всегда все делал безопасно. А так как я этим задолго до того, как пришел в службу, этим занимался, мне как бы особо учить не приходилось. Я пришел сразу в Ник, и мы начали работать, поэтому меня и взяли. Итак, мы в Краснодаре, это всем известный аграрный университет. Кто знает? Тот знает, надеюсь, все знают. Сейчас почти 8 часов утра, и мы идем на пары, как в старые добрые времена, в гости к Андрею Дрючину. Поздравляю вас с начала нового учебного года, перешли на второй курс, молодцы, сдали практику по геодезии, я так понимаю, все, кто здесь находится. В этом году также мы будем проводить занятия, чтобы оставаться в форме и участвовать в мероприятиях. 5, 6, 7, закончили, выпрямились. Голова ни у кого не кружится, все нормально. С утра надо завтракать, но не раньше, чем за полтора-два часа до занятия. Андрей Борисович, а у вас легко зачет получить? На самом деле я не злой преподаватель, но справедливый. То есть, чтобы сдать зачет, нужно посетить 95% занятий, пробежать 3 километра за 10 минут. Шутка. Нет, на самом деле достаточно посетить все занятия, сдать нормативы и зачет в кармане. Самую жесткую отработку, какую вам приходилось отрабатывать у Андрея Борисовича? Я не часто отрабатываю. Обычные отработки у других преподавателей. Андрей Борисович у нас очень часто занят. Он очень часто разъезжает по чемпионату мира. Я так не жалуюсь. Сам накосячил, сам испарил. Но вообще, знаете, каким видом спорта ваш преподаватель занимается? Где у него есть большие успехи? По-моему, скалолазание. Скалолазание. Горная ходьба. Это новый вид спорта. Горная ходьба. Спортивный туризм. Как часто тебя вообще ребята спрашивают о твоих соревнованиях, о турнирах каких-то? Вообще, видят, что их тренер, их преподаватель вовлечен в профессиональный спорт? Да, многие из них проявляют интерес. Студенты начали поздравлять, писать. О, у нас занятие будет вести чемпион мира в сентябре. Это очень приятно, когда ребята действительно искренне интересуются этим. На самом деле, мне очень нравится преподавательская деятельность. Меня часто в корпусе учебном просят показывать студенческий. Но студенты уже узнают, на пробежках узнают, на территории университета. Благодаря такой работе здесь, преподавателям физической культуры, в Кубгау мне удается тренироваться вот в рабочее время. То есть иногда я во время своего обеденного перерыва иду в раздевалку, переодеваюсь и на большом перерыве 50 минут успеваю пробежать 10 километров. По территории, да? Я сюда пришел студентом и еще обучаясь, стал тренировать ребят по спортивному туризму, скалолазанию. У нас есть 12-метровый скалодром в универсальном зале, где мы в вечернее время занимаемся студентами. Кто-то из студентов предлагал тебе какие-то баттлы, да? Да, мне очень легко на самом деле зацепить таким спором. Были вызовы на пробежки. Я участвую в забегах. Моя любимая дистанция – это полумарафон, 21 километр. И я студенту говорил, что если он 5 километров пробежит в темпе быстрее, чем я полумарафон, то я ему поставлю самозачет. Ну, он сам выступил инициатором, но у него не получилось. Все, свободно, до свидания. До свидания. Все, давай. Спасибо, ребята, до свидания. Они какие-то сегодня заколдованные, да. Обычно по-другому все происходит, да? Ну, немножко, да, они такие по-раскрепощенные как-то. Камень! Либо камень! Данил, вот это выбирай на себя туда сразу, куда. Нет, вот так выбери, вот туда за дерево. Сразу выбирай, пока не выберется, пока не натянется. А там мы подойдем, будем поднимать. Вы не уснули? Нет. Так мы с Данилом, все, мы поднимаем. Дима у нас один из лидеров команды. То, что он завоевал последнее звание на чемпионате мира, это параллельно его занятия спортом, это его увлечение, хобби, страсть. У нас он работает как профессиональный спасатель. Мы, я как руководитель, даем возможность уезжать на соревнования, поддерживать свою квалификацию, улучшать ее, соответственно, набираться опыта, который поможет ему в основной работе. Он также готовит молодых не в плане возраста, а в плане опыта спасателей, которые вот именно на скальных дистанциях не так хорошо подготовлены, как он. Как ребята тебя встретили после чемпионата мира? Вот твоя команда. Честно? Конечно. Сказали проставляться сразу же. Сказали, ты теперь все, миллионер, денег много, давай проставляйся. Это при том, что мы знаем, что за золото и серебро чемпионата мира не Дима, а я, не Андрей ничего не получили в плане призовых? Ничего. Сами соревнования очень круто прошли. Это был первый чемпионат мира на горных дистанциях. Он проходил даже не в России. Нас очень хорошо встретили. Прекрасные организаторы. Очень хорошо относятся к российским спортсменам. И сделали все для того, чтобы нам было комфортно жить, комфортно ездить и комфортно себя чувствовать в другой стране. Сан, ты смотришь, какая здесь красота? Поснимать. Поснимаем, бацанов. Красота, вид, вид. Вид, вид, вид. Работаем? Улыбаемся, а вас снимают. Давай еще чуть-чуть. Да, давай. Еще давай выше. И... Стоп. Достегивай ее. Привет, красавцы. Бери ус. Илюк, бери ус вот этот. И ставь носами. Носами. Все, порвали мне кит. О, дружок. Так, может вы вытащите меня, потом будете очистить. Да сам бывает. Главное, мы тебя спасли. Ну, как вы себя чувствуете? Все хорошо. Да, да, все. Не можете хорошо чувствовать. Он еще пока не может говорить. Я пока залезу, да, уже излечился. Андрей, это твоя рутинная работа, да, сейчас? Сейчас мы натягиваем наклонную навесную переправу для того, чтобы можно было по ней отрабатывать подъем наверх и спуск сверху вниз тоже. С Димой часто, да, здесь тренируетесь в этом зале? Три-четыре раза в неделю по три часа, это помимо того, что мы индивидуально еще занимаемся физической подготовкой самостоятельно. Но начало сентября у вас такое получилось, раздельное, да? Да, это как в межсезонье, такое небольшое. Сейчас мы занимаемся каждый раздельно, базовый период, то есть каждый подтягивает общую физическую подготовку и потом уже на базе этой физической подготовки мы начинаем тренировать техническую работу с феревками, со снаряжением. В Таджикистане проходили соревнования на высоте 2200 метров и мы как-то с Димой думали, что будет высота повыше, 3500. В рамках подготовки к чемпионату мира мы с ним побывали в высоких наших Кавказских горах. Я сходил на вершину горы Казбек за три недели до чемпионата мира на 5000 метров. Дима был в Прильбрусе. Мы акклиматизацию высотную проходили там. Ты просто идешь, у тебя уже пульс повышенный. А когда ты на максимальных каких-то пределах работаешь, что организм очень сильно перегружен. Чемпионат мира был ярким, красивым, интересным. Это была впервые моя поездка за границу. Я все считал, что Россия огромная и пока я не посещу каждый уголок, смысла нет ехать куда-то за границу. Я так же сейчас считаю. Но когда я уже побывал, когда получился гранд-паспорт, увидел этот совершенно другой мир. Горы фанские, они отличаются от наших кавказских. Растительности на них почти нет никакой. Они такие лысые, они крутые. Там хребты горные Афганистана, Киргизии, Тяньшань. Побывав там, решил на следующий год запланировать уже восхождение на гору Арарат, в дальнейшем сходить на Килиманджаро. Нужно по максимуму пользоваться за гранд-паспортом. Вот что-то поменялось внутренне для тебя, когда вот все, ты стал впервые чемпионом мира на горных дистанциях. Ты дебютировал. В жизни могу сказать, что ничего не поменялось. Ну вот, как будто бы этого не было. Но внутри как будто просто пришла уверенность еще больше. Во всех сферах жизни, как на соревнованиях, так и на работе, так и просто в бытовых каких-то моментах, что вот я что-то делаю, но я там не получается. А потом внутри голос говорит, ну чего, ты чемпион мира, давай, сейчас должен все сделать. Мы к этому достаточно просто скромно относимся. Да, нам это нравится. Безусловно, мы очень рады, что получилось завоевать такой титул. Но мы не ходим в каждом углу, не говорим о том, что вот мы теперь чемпионы мира. Посмотрите, какие. Мы будем говорить, вот он, чемпион мира. Это наш капитан, бессменный лидер Иван Сергеевич. У меня какая роль сейчас? Пострадавшего. Пострадавшего, да? Не, мы когда ехали к чемпиону мира по спортивному туризму, конечно, не думали, что это все вот этим закончится. Меня не будет так трясти? Нет, мы только спуском. Это же не самолет, нет такого. Потому что на подъеме тяжело будет. Ну да, да. А спуск легко, да? Как на лифт. Блин, я ненавижу его. Я просто не езжу. Как на лифте, только без лифта. На лифте без лифта. Вы теми же веревки не делали? Вот она идет. На второго ваше время. Мать, ну скажи, это лучше, чем в аграрном какая-то беспонтовая тренировка. Андрей, привет. Передай, пожалуйста, Ирюм. Андрей. Привет. Привет, друзья. Я вот на стриму уехал там на свою стрим-стихию. Да. А мы теперь тут работаем. Увешать еще. Мы тут не будем. А мы тут лежим. Сюда может повесить. У нас есть в университете иностранные студенты. Они также занимаются. Есть у нас студент из Чили. Ух ты. А ну-ка, сними. Как будто бы наизнанку чуть надел. Из Чили он активно участвует во всех мероприятиях, выездах. Два года подряд ездит зимой даже просто вне тренировочного времени учебного на лыжи. Да, то есть на сноуборде учится кататься. Вот, очень интересно. Он рассказывает про свою страну. Мы ему рассказываем, что такое холодец, шапка ушанка. В Чили есть спортивный туризм? В Чили есть горы высокие, достаточно анды, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. И он говорит, я вернусь обратно в Чили, буду жить, работать и ходить в горы там. Дальше у нас условный спуск. То есть мы берем спусковое устройство. Освобождаем его от разных элементов. Веревку проводим снизу вверх. Открываем карабин и закрываем карабин, отпускаем. То есть таким образом мы за счет трения начинаем спуск по веревке. Веревку мы держим возле поясницы, либо вот снизу. То есть вот так у нас трение минимальное, и мы быстро начинаем спускаться. То есть если нам надо быстро спуститься. То есть либо вообще, то есть вот так начинаем бежать по склону. То есть раз, и если нам надо быстро спуститься. Сутичный чемпионат мира, он был очень тяжелый, долгий. Сам чемпионат прошел достаточно спокойно. И когда мы выиграли и заняли второе место с Димой. Это в связке. В связке второй, в группе первая. Ничего прям такого не поменялось. Чувство там, что вау, супер. То есть на чемпионате России гораздо сложнее было отобраться. Гораздо сложнее было выиграть чемпионат России. Даже на старте, когда находились, мы как будто бы на тренировке были. То есть не было волнения, не было мандража какого-то. За день до старта мы пошли в небольшой поход. Взяли с собой воды родниковой, как нам сказали, она питьевая. И мы думаем, что из-за нее мы стали себя чувствовать плохо. В ночь поднялась температура, начала болеть голова, живот. И на старт мы выходили в не очень хорошем состоянии. Но старт немного оттянулся. И мы немного восстановились. Наше плохое самочувствие выпало именно вот так вот на день старт связок. Когда мы очень волновались. Мы очень хотели именно связкой стать чемпионами мира. Но не получилось. И может быть это даже к лучшему. Есть к чему идти, да? Конечно есть. Рельеф был, я не скажу, что невероятно сложный. Но скала была сложная, потому что она не была такой монолитной. То есть было достаточно опасно. Она в любой момент могла сыпаться. Мог упасть камень. Причем не маленький, а прям очень большой камень. Какой-нибудь валун. И нужно было постоянно за всем этим следить. Дистанции были подобраны таким образом, чтобы все происходило очень динамично и очень интересно. Мы пристегиваем жумар, пристегиваем ролик и можем подниматься вверх по наклону на весной переправе. Достигнув верха, мы становимся на самостраховку и пересегиваемся уже на спуск. Ну, то есть вот этому вы должны научиться, если захотите. Это вот те самые иностранцы, которые не знают, когда пара начинается. Но бывает такое. Ничего, сейчас подожди. Почему я именно работаю с людьми? У меня первое образование – инженер-строитель. Я поработал прорабом на стройке. Это не очень мне понравилось. То есть вот именно по призванию я, наверное, преподаватель, педагог, которому это очень нравится. Видите, что ты помогаешь людям оставаться в физической хорошей форме. Все, спускайся. Аккуратненько. Вот. Самая приятная часть. Молодец. Человек в первый раз это делает. Выдаем! Выдаем! Выдали! Выдали! Давай! Давай! А-а-а-а! Земля! Свободные страховки! Все хорошо. Спуск удался. Ребятам большое спасибо. Илюх, скажешь, когда можно? Не, ну мне. Хорошо. Я знаю, что Андрей любитель там полумарафонов, а ты как к этому относишься? К этому нужно морально дорасти, быть готовым. Я к такому не готов, поэтому даже не пытаюсь еще пробовать такое. Вот пять-десять максимум. Остальное мне уже не нравится. Но Андрей, а саботирует тебя как-то к этому? Нет, он смирился с тем, что я не готов, еще не хочу этим заниматься. Придет время, и обязательно мы с ним пробежим вместе полумарафон или марафон. У Андрея профессия преподаватель. Благородная, безусловно, профессия. Как сам Андрей. Да, как и сам Андрей, безусловно. У меня профессия спасатель. В аварийно-спасательной службе это тоже свои сложности, но также и плюсы есть в этом всем. Хороший коллектив, многому научат. И из-за того, что бывают очень сложные ситуации в жизни, это тоже очень многому учит. Не просто практические навыки, а также учит, как правильно мыслить в жизни, чтобы сохранить как свою жизнь и здоровье, так и жизнь и здоровье других людей. Самый тяжелый вызов. Это был, наверное, даже не вызов. Уехали на наводнение в Туапсинский район. Для меня тогда первый звоночек был такой, когда я ходил и смотрел на горе людей, когда даже не от них зависело. Просто стихийное бедствие разрушило дома, разрушило жизни людей. Некоторые потеряли часть имущества, некоторые потеряли крышу над головой, кто-то своих близких потерял. Мы помогали разгребать завалы, восстанавливать инфраструктуру. Мы занимаемся спортивным туризмом на таком достаточно высоком уровне, совмещая обычную жизнь. Мы ходим на работу, на смены кто-то, спасает людей, ведем занятия. И мы не получаем дополнительных доходов от этой деятельности. То есть, чтобы поехать на соревнования, нам приходится искать какие-то подработки, чтобы купить снаряжение, обновить его. На самом деле, хотелось бы одного, чтобы люди не думали, что спортивный туризм – это ходьба в горы на скорость с гитарой. Как костерком, да? Да, с гитарой, едой. То есть, это уже давно очень дисциплинированный вид спорта, где нужна физическая подготовка, опять-таки, повторюсь, высокая интеллектуальная деятельность. Ну, а наши связки с Димой, я думаю, будет еще много медалей предоставлено на соревнованиях. У меня есть еще, честно скажу, две цели, которые спортивные, которые в жизни я еще не закрыл. Стать чемпионом России, потому что были призовые места, и в этом году в том числе нам не хватило буквально двух секунд с Андреем, чтобы стать чемпионами России. Ну, и вторая, безусловно, стать мастером спорта, потому что не просто выполнить мастера спорта, там очень сложный процесс с оформлением в Министерстве спорта, с присвоением, вот чтобы присвоили, точно прислали удостоверение, значок, и я тогда буду знать, что я вот выполнил все, что я хотел. Спасибо тебе, Андрей, что спортивный туризм выводите на новый международный уровень, в том числе и для Кубани, и для всей России. Ну, а это была программа «На выезд». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова